Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Тем не менее, если просьбы жителей продолжаются, мы выходим на замеры данной температуры и если подтверждается, что холодно, мы направляем обращение, проводим самостоятельно регулировку внутридомовую, где-то может быть завоздушивание стояков происходит, где-то проливаем теплоноситель до такой степени, пока батареи не нагреются, но не всегда это является решением проблемы. То есть бывает так, что внутри дома все в порядке, к ресурсникам претензий нет, а в чем тогда проблема? К сожалению, вынужден констатировать, что в городе, особенно в части старых домов, схемы теплоснабжения, которые существовали в 70-х, 80-х, может быть где-то даже в 50-х, 60-х годах, сегодня, к сожалению, таких параметров достигнуть практически невозможно по разным причинам. Не хочется верить, что эта ситуация безвыходна и спасет только кардинальная переделка схем. Что же замерзающим горожанам делать? Можно просто сидеть, писать письма и ждать у моря погоды, когда теплоснабжающие отрегулируют. Может быть, есть еще один способ по согласованию с теплоснабжающей компанией сделать внутри дома свой независимый контур теплоснабжения. Что это из себя представляет? Замыкаем подачу с обраткой, ставим циркуляционный насос и регулируем уже подачу теплоносителя вручную. Добиваемся оптимальной температуры и, в принципе, это решает проблему прогрева стояков в квартире. Цена этой работы в городе колеблется от 150 до 200 тысяч, входит непосредственная работа по переврезкам и стоимость оборудования насоса и его автоматики. Предложите своей управляющей компании такой вариант, если она не знает, что делать с холодом у вас в квартире. Он подойдет для домов с собственными тепловыми пунктами. И не забывайте, что имейте право на перерасчет затопления. Как его получить, мы уже обсуждали, и вы можете обратиться к архиву программ Кухня ЖКХ.